И вот Бостон. Ну, конечно, после небоскребов громады Нью-Йорка, небоскребы Бостона не кажутся такими гигантскими, но все же на фоне исторических зданий, а Бостон-то все-таки исторический город, они выглядят весьма, конечно, впечатляюще. Вот общественный сад Бостона, уж не это ли тот самый Великий Вяз, на котором в 17 веке вешали бандитов, пиратов, ведьм и прочих, прочих, прочих. Судя по возрасту, это вполне может быть именно это дерево, но ничего об этом не сказано. Но Вяз действительно впечатляет. Я таких старых Вязов вообще-то и не видел, если только возле Капитолия. Невероятно! Огромный гинго. Уникальное растение, помнишь, и динозавров, которое сохранилось в единственном роде, в единственном виде. И тот ли этот самый пруд лебеди? Знаменитый. Вот и сам лебедь. Вот, блин, сейчас как выпрыгнет. А это самое старое кладбище Бостона. Еще в 17 веке здесь хоронили. Вообще, общественный сад был, как бы, центром притяжения Бостона. Здесь все публичные мероприятия проходили, в том числе казни. Ну и, собственно, и хоронили здесь первых поселенцев. Вот она, та самая улочка в Бостон-Коммен. Ведущая к общественному саду. Вот это самое старое кладбище Бостона. Здесь хоронили с 1660-х годов. Сейчас тут ходят экскурсии. Вот так вот проходят экскурсии. В старинных костюмах экскурсоводы по, так называемой, тропе свободы ведут экскурсионные группы. Очень интересно придумано. Странно, конечно, это выглядит. Кладбище примыкает вплотную к зданию. Здание тоже довольно интересное. Вот я двинулся по Freedom Trail, тропе свободы, проходящий через безисторический Бостон. Первый знаменательный объект Старый Капитолий. Опа, это еще более древняя кладбище. 1660-й год основания. Стоит на тропе свободы. Королевская кладбище, так она называется. Тоже посреди города. Стоит на тропе свободы. 1686 год основания этой церкви. Еще один интересный объект на тропе – Old City Hall, рядом со старинной церковью 17-го века, которую я посетил ранее. Типичный господ. История на фоне современности. История на фоне современности. Это знаменитый Фандер Холл. Старейший американский торговый центр, основанный еще в середине 17-го века. История на фоне современности. На фоне современности. История на фоне современности. Война. Интересная конструкция у нас. Фактически я иду над океаном, я уже нахожусь на территории залива Атлантического океана. Продолжение следует... Атлантического океана. Вот здесь... Это местный альпинизм. Группа туристов и их лидер. Группа туристов и их лидер ползает. Так, все пошло обратно. Атлантического океана. И вот он знаменитый монумент на холме Банкет Хилл. В холме 17 июня 1775 года состоялось одно из ожесточеннейших сражений и войны за независимость. Американские войска сражались против англичан в этом месте. Проиграли, но победа англичан была первой. Они потеряли очень много человек. И в итоге моральный дух... Американцы, наоборот, потеряли в два раза меньше. Моральный дух был поднят. В результате чего это сказалось на итогах войны. Монумент в 167 метров был воздвигнут в 1843 году. Старый Бостон. Парусник Конститюшн, построенный в 1797 году. В 1897 году он вернулся в Бостон. С тех пор он здесь на причале. Все время реконструируется. Сейчас он на реконструкции. В этом году он должен быть снова спущен на воду. Парусник Конститюшн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно, тут особо не развернешься, еле протиснулся внутрь. Реконструкция практически завершена, остались пушки. Это руль. Здесь, видимо, располагалось руководство фрегата. Да, впечатляет, конечно. Сто лет он служил американскому футу. Реконструкция 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 Нахожусь на борту действующего парусного корабля Реконструкция Команды все на борту Реконструкция Команды все Как парус может использоваться. А вот это судно сражалось во время Второй мировой войны в Тихом океане. В Тихом океане в Тихом океане. В Тихом океане в Тихом океане в Тихом океане. В Тихом океане в Тихом океане. В Тихом океане в Тихом океане. В пригороде Бостона. Ну вот и здравствуй океан. В Тихом океане в Тихом океане. 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 Такой вариант подходит. Тихом океане в Тихом океан у Тихом океане. Ясно, что это, что-то очень старинное, заброшенное, огороженное, и мы находящиеся то ли на реконструкции, то ли на охране, в окружении какого-то ржаного поля. По-моему, кто-то пытается оттуда выбросить. Прямо передо мной океан, в него отделяет только один остров, тот самый Спектакон Айленд. Вот он, два километра до него всего. Позади меня не менее известное место, Форт Индепенденс. Совершенно случайно его обнаружил, не рассчитывая его найти, забыл я про него как-то совсем. Только когда стены увидел, вспомнил, что это такое. Ну и, собственно, вот отсюда выходят все суда, идущие из центра Бостона. Как, впрочем, не изменится и Форт Индепенденс, замок. Все, прямо по курсу океана. Международный аэропорт поставил. Международный аэропорт поставил. Международный аэропорт поставил. Тоже контейнеровосы, тот же дедушка. Международный аэропортов может быть легкоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Международный аэропорт поставил. Татьян, две первые diameter. Субтитры сделал DimaTorzok